История началась в 1978 году. Был задан вопрос, на который, как тогда оказалось, совершенно непонятно, как искать ответ. Ответ был найден через 15 лет примерно. Ну, то есть в 1995 году совершенно точно, что было очень красивое уже доказательство, которое я вам сегодня и расскажу. Теперь что за вопрос? Представьте себе, что у вас есть квадрат. Ну, например, тринадцатый. Можно ли покрасить его клеточки в три цвета, чтобы во всех рядах, по вертикали и по гридцам, все цвета были бы разные. Да, точно так. Таим один, здесь два, здесь три, здесь идинички и здесь два. Разумеется. Такая раскраска возможна. Причем она возможна не только для такого квадрата, а для любого. А именно, берем любой квадрат N на N, пишем 1, 2, 3, N и потом прокручиваем. Каждый раз на одну позицию сдвигая, тогда по диагонали тут везде N, на диагонали N-1 и N-1, ну и так далее. Замечательно. Это то, что все знают, что называется, все всегда знают, да? Совершенно очевидная конструкция. А вот теперь представьте себе, что задача немножко, как-то станет более простая. А именно, есть три цвета в каждой из этих клеточек. У нас есть выбор из трех цветов. Давайте я нарисую это для того же самого квадрата размером 3 на 3. Ну, например, здесь я выбираю между синим, зеленым и красным. Здесь синий, белый и желтый. Здесь зеленый, красный, желтый. Здесь синий, зеленый, красный. В общем, ребята, в каждой клеточке написаны какие-то три цвета. Ну, например, черный, белый. Произвольно совершенно. Главное, что в каждой клетке написаны какие-то три цвета. Скажите, как вы думаете, в такой ситуации удастся выбрать в каждой клетке один цвет, чтобы по-прежнему в любой строке все цвета были бы разные и в любом столбце? Да. Ну, кажется, что да. Потому что, если мы выберем совсем разный набор цветов, то вообще думать не о чем не надо будет. Вот представьте себе, что здесь свои три цвета, здесь какие-то другие три цвета, здесь еще три цвета. И вот вообще тогда никаких проблем, правда? Но, с другой стороны, задача, которая у нас была здесь, является частным случаем вот этой. Когда все тройки цветов, это один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, два, три. Вот эта вот задача является обобщением вот этой, повторяю, в каждой клетке квадрата размером n на n задано некоторое множество из n элементов. И эти множества могут пересекаться, могут не пересекаться, как-то очень хитро они соотносятся. Вопрос, можно ли из каждого из этих множеств одновременно выбрать, то есть из каждого по одному все будет n квадрат, да, в каждой клетке свой выбор. Можно выбрать по элементу, чтобы во всех строчках все цвета были бы разные выбраны, и во всех столбцах все цвета были бы тоже были бы не разные. Решение удивительно короткое и красивое. И здесь нужно, что называется, следить за каждым шагом. Шагов будет очень много. Начну я с некоторого философского рассуждения. Представьте себе, что есть у нас два числа, а и б. Эти числа могут быть равны, а могут быть неравны. Скажите, в математике вы когда-нибудь проходили, эти числа не равны, потому что а не равно б. Вот б может и равно, но вот а не равно. Или наоборот, эти числа не равны, потому что б не равно а. Наверное, нет, да? В уроках математики такого не было. А теперь давайте-ка перейдем от математики к жизни семейной. По какой причине какая-то там семья не может быть создана? Вот там есть юноша, есть девушка. Почему это они никак в свадьбу не играют? А тут возможна причина. Одна причина. Девушка не хочет. В ее план сейчас совершенно не входят. Или он ей не нравится. Или вообще, вообще сейчас не до этого. Мало ли что. Не хочет. Или то же самое юноша. Заметьте, когда перешли к семье, то стало гораздо все как-то естественнее. И для чисел это выглядит немножко дурковато. А для отношений в семье это выглядит совершенно нормально. Вот ужасно, когда не хочет и тот, и другого. Это совсем никаких шансов, да? Но, впрочем, если один из них не хочет, то тоже шансов никаких. Вот. Вы скажете, что я не понимаю, о чем говорю, да? Тут у нас комбинаторная задача. А тут я стал объяснять, почему а не равно б. Ну, хорошо. Хорошо. Тогда давайте я пойду еще дальше в семье. Представьте себе, что у нас есть две семьи. Я люблю эту задачу за то, что я сейчас говорю, действительно рассказываю решение этой задачи. Так вот, у нас есть две семьи. Ну, как там. В одной семье у нас есть мужчина. В другой семье есть мужчина. В этой семье есть женщина, или в этой семье есть женщина. Вопрос. В каком случае, возможно, интересная история, в результате которой эти две семьи распадутся, и возникнет новая семья? Рассказываю. Рассказываю вам, ребята. Вы еще молодые. Рассказываю. Это происходит в случае, если вот этот мужчина ценит вот эту женщину больше, чем эту. А эта женщина, наоборот, ценит этого мужчину больше, чем эту. В таком случае, они приспокойненько объявляют, что эти два врага вызываем, организуем новую семью. А судьба к этим, мы их совершенно не интересуемся. Итак, если есть две семьи, то история, о которой пишут романы, снимают фильмы, происходит случай, когда этот мужчина ценит эту женщину больше, чем эту, а соответственно, эта женщина ценит эту мужчину больше, чем эту. Это называется разрыв здоровья и создание нового. Пока все понятно? Нормально. А теперь ситуация. Представьте себе, что у вас есть некоторое количество мужчин, некоторое количество женщин, и у каждого мужчины есть список всех женщин, в принципе, на которых он согласен с людьми. Ну, то есть, не обязательно, что он содержит список всех женщин. Может быть, на каких-то женщин он педагогически отказывается, да? Просто вот есть такие уж, с его точки зрения, ведьмы, что он тут никогда в жизни. Вот. Но, тем не менее, всех, с тем он, в принципе, готов создавать семью, он аккуратно выписывает себе в блокнотик, и они у него там записаны жестко по порядку. Вот это самое лучшее, это похуже, 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 похуже. Все. Линейный упорядочный список. Итак, у каждого мужчины, повторяю, там может вообще никого не быть, это означает, что ему не судьба вообще жениться, если он вообще ни одной подходящей женщины для себя не будет, да? Может быть, там все женщины, и тогда они должны быть в каком-то порядке написаны. И у каждого мужчины такой блокнотик. Представили? Представили. Ну, поскольку мы из равноправия, то у каждой женщины то же самое. Есть блокнотик, в котором, в котором, опять-таки, выписаны, собственно говоря, все, понятно, да? Все мужчины были выписаны, опять-таки по порядку. Вот этот вот. Ну, и некоторые не выписаны, те, которых она, в принципе, терпеть не может, те не выписаны. На самом деле, нормальные же действия ситуации, да? По большому счету, действительно, примерно так оно и бывает. Вот, переходят они с этим блокнотиком. Так вот, задача состоит в следующем. Существует ли способ так назначить несколько тварей, чтобы после этого ни одной нехорошей истории не было? Вы скажете, что не назначать. Нет, ребята, я, конечно, здесь, когда я это говорил, я объяснил вам, что, знаете, самую неприятную историю, которая может случиться. Но вообще считается, что если кто-то может жениться или выйти замуж, то это произойдет. То есть, если вы просто выписаны мужчину и женщину, не будете никаких свадьбов устраивать, то, конечно, считается, что обязательно, если какая-то свадьба возможна, то она произойдет. Так вот, давайте докажем, что существует способ для того, чтобы, что называется, правильно устроить, чтобы не было вот этих вот нехороших, никаких супружеских измен, да? Доказательство крайне простое. Смотрите, что мы можем сделать. Давайте я буду рассказывать с мужской точки зрения, а, соответственно, принимать решение о том, будет свадьба или нет, будут женщины. Хорошо? Вот, значит, итак, что делают мужчины? Это очень простые вещи. Мужчины берут и посылают запрос каждой по одному женщине. Ну, например, каждый мужчина может взять самую лучшую по его мнению и послать ей запрос. Что тогда произойдет? Понятно, что произойдет. Некоторые женщины получат по нескольких запросов. Ну, может, такое быть. Может быть, какие-то вообще никаких запросов не получат, да? Вот, замечательно. Замечательно. Так вот, ну, женщина, которая не получила никаких запросов, она ничего не делает. Так вот, та, которая получила несколько запросов, догадайтесь, что она сделает. Выбирает из них самого лучшего. Да? Она выберет самого лучшего. Разумно, да? Она выберет самого лучшего и скажет, только внимание, для этого даже термин есть такой. Не вышла замуж, а обручена. Она скажет, что мы обручены. Итак, каждая женщина, которая получила хотя бы один запрос, ответит ровно на один из этих запросов, и там произойдет, значит, обмен сообщениями о том, что они обручились. Понятно, да, процедура? У каждой один. Замечательно, эти же мужчины получили информацию о том, что, вот, заметьте вопрос, мужчины сейчас подали заявку на самую лучшую, на самую лучшую кандидатуру, с их точки зрения. Поэтому, если, так сказать, получил он положительный ответ, то он счастлив. Замечательно. Дальше происходит, смотрите, что. Дальше мы еще не устраиваем свадьбу, скажем, дальше мы понимаем, что вообще-то есть мужчины, которые ничего не получили. Некоторые получили такое согласие о мужчинах, а некоторые ничего не получили. Замечательно, они должны сделать простую вещь. Они должны послать запросы к тем, которые в их списке вторые. Понятная идея, да? Вот, послали запросы. А вот дальше, смотрите, какая история. Вообще-то, запрос мог попасть и к той женщине, которая уже обручена. Тогда ситуация очень простая. Итак, если запрос пришел от менее качественного, по ее мнению, мужчины, то запрос просто игнорируется. Если запрос пришел от более качественного, то тогда тот, который был раньше, получает сообщение о том, что помолвка, значит, расставлена, и она, соответственно, заключает помолвку. Все понятно? Внимание, что произошло при этом с женской точки зрения? Во-первых, количество помолв не уменьшилось. А вот качество мужчины с женской точки зрения увеличилось, правильно? Потому что она обменяла на более симпатичном. Замечательно. А дальше надо делать так опять? Опять у нас есть мужчины, которые сейчас получили ответ, ну, сейчас помолвлены. Теперь все, кто мужчины еще не получили, или получили отказ, потому что сейчас не помолвлены, они все подают заявки на следующих в их рейтинге. Понимаете, да? И женщины опять поступают так же, и так далее, и так далее. Смотрите, когда все дойдет до самого конца, что произойдет? Во-первых, у каждой женщины в ходе этой процедуры качество мужчины не ухудшалось. Понятно, да? Вот. Во-вторых, что называется, все уже постучались. Мужчины перебрали все свое хозяйство, весь свой список. В общем, если вы подумаете, то обнаружите, что таким способом мы действительно получаем то самое устойчивое, пара сочетания, ту самую устойчивую систему звать. Давайте поймем, почему. Вот, собственно говоря, почему у нас при моем алгоритме не может возникнуть вот такая история, что здесь вот у нас свадьба, и здесь вот у нас свадьба, а на самом деле хочется вот этого. Ну, ребята, потому что, извините, что здесь хочется? В какой-то момент он же к тебе стучался. Правильно? Он же свой список проходил подряд. Значит, в какой-то момент он к тебе посылал запросы. Если ты тогда ему ответила нет, ну, извини, значит, ты все-таки ценишь больше. Все понятно, да? Все. Значит, вот краткий курс семейной жизни. Это закончился. Вы поняли. Теперь вопрос, какое ты имеешь отношение к нашей задаче? Какое отношение эти устойчивые краткий курсочетание имеют в нашей задаче? Я сейчас объясню вам, как можно неожиданно просто поставить эту задачу, пользуясь вот этой красивой идеей. Вот когда вы очередную клеточку выбираете, то у вас какие на самом деле требования? У вас она не должна совпасть с клеточками по столбцу, а их n-1 кроме нее. Всего n, кроме нее n-1. И она не должна совпасть, эта краска, с красками по строке, а тех тоже n-1. Значит, всего условий 2n-2. А элементов, которые у вас есть, их n штук, к великому сожалению, n меньше, чем 2n-2. То есть условий того, с чем нельзя совпадать, 2n-2, это довольно много по сравнению с числом n. А вот сейчас я вам покажу потрясающую штуку. Надо оставить в каждой клеточке ровно n-1 условия. Из этих 2n-2. Идея в том, что мы когда говорим, что а не равно b, то мы это должны сказать n-1 раз. Потому что так говорят в каждой клетке. Еще раз, вот у нас было, что вот этот цвет нужно не совпадать с этим. А я сейчас нарисую, и таких вот условий у нас было 4 штуки. А я сейчас про каждую клеточку нарисую, чтобы она стояла стрелочке в 2 клетки. И соответственно у меня тогда будет из каждой клетки 2 условия. n-1 в общем случае. А n-1 это уже меньше, чем n. Чтобы вам стало совсем понятно, давайте я эту конструкцию сразу объясню для любого числа n, н, а потом нарисую для случая, когда n равняется 3. Итак, поехали. Для любого n у нас картинки такая. У нас есть значит, не для любого а для 6. Для 6. Как это? Доброю. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, вот это пятерки, это шестерка, вот это у меня опять ленинца, да, вот это двойка. Вот, ребята, давайте я сделаю так. Когда у меня есть две клеточки, расположенные на одной горизонтали, то я буду ставить стрелку из той, где число большего, написанное число, в ту, где написанное число меньше. Итак, по горизонтали я ставлю из большего в меньшее, а по вертикали наоборот, из маленького числа в большое. например, из шестерки будут у меня стоять стрелочки во все вот эти места, но зато в шестерку будут входить все вот такие стрелочки. Понятная идея? Итак, давайте нарисую. Значит, полгоризонтали из большого идут в маленькие. Значит, здесь вот так и наоборот здесь идут вот так. Я, к сожалению, должен так обработать все. Ребята, а может быть вы не поверите, а? Нет. А на самом деле тут хорошие. Ребята, уверяю вас, уверяю вас, это вот так. Ну, в смысле, что из каждой клетки выходят две стрелки и в каждую клетку входит ровно и в общем случае выходит n-1 и входит n-1. Давайте я объясню, почему. Потому что когда у вас есть какой-то там номер k, не обязательно самый большой, любой номер k, то в строке есть любой другой номер m-0. И в столбце есть тоже ровно один раз любой другой номер m. В одном случае стрелочка идет от большего к меньшему, а в другом случае от меньшего к большему. так что я действительно сумел так проставить стрелки, чтобы из каждой точки выходило бы ровно n-1 стрелок и в каждую точку входило бы тоже ровно n-1 стрелок. Между прочим, на самом деле это явная конструкция не особо нужна. те из вас кто знают что такое эйлеров граф может быть помните граф в котором в степени все вершины четные связанные или в котором ровно две нечетные вершины помните вот такой замечательно так вот те из вас кто знает что эйлеров граф знают что его можно обойти если в степени всех вершин четные а число 2 и минус 2 это словно четное если в степени всех вершин четные то можно пройти по всем ребрам ровно по одному разу и закончить в той точке где вышли замечательно а дальше вы могли поставить стрелочки просто в том направлении как шли представьте себе вы идете идете по всем по всем по всем ребрам закончили и вот так как вы шли вы и ставите стрелочки в результате в любую вершину вы н-1 раз вошли и н-1 раз от нее вышли ну естественно стрелочки всегда проставили в любую вершину n-1 входит и n-1 выходит так что в принципе эта явная конструкция не очень нужна но мне очень важно что n-1 меньше чем n поскольку я теперь могу переформулировать условия следующего образа у меня есть граф вершины которого это клеточки таблицы размером n при этом в каждой вершине есть некоторое множество красок которыми можно в этой вершине работать и известно что красок больше чем стрелочек выходящих из этой вершины то есть красок n а стрелочек n-1 требуется объяснить почему можно в каждой вершине выбрать по краске так чтобы никогда краска не была стрелочкой соединена с такой же то есть по стрелочке у вас из краски если там выбрана зеленая краска то не может по стрелочке попасться тоже зеленый там будет любой другой цвет кроме зеленого так ситуацию поняли почему я говорю что они равны двумя способами поняли потому что у меня если бы просто они равны то было бы 2 или минус 2 условия и у меня бы ничего не получилось по индукции а за счет того что я нарисовал эти стрелочки по сути количество условий не изменилось но теперь в каждой вершине зато написано только n-1 то есть мы справедливо разделили по всем вершинам так что в каждой вершине n-1 такое вот условие что не работает замечательно сейчас я разумеется буду это доказывать по индукции что такое в данном случае значит индукции это значит что я выберу какой-нибудь цвет осталось для завершения я выберу какой-нибудь один цвет и я несколько клеточек в этот цвет покрашу так не нужно естественно и проверю что после выбрасывания этих покрашенных и после выбрасывания этого цвета отовсюду вообще забыли про этот цвет вообще отовсюду его изъяли что после этого условие по-прежнему осталось уже не обязательно n-1 уже как-то могу все по-другому но тем не менее в каждой клеточке нашего квадрата количество к этому моменту оставшихся цветов будет больше чем количество стрелочек которые из этой клеточки выходят понятна ситуация? если я сумею сделать такой индукционный переход то тогда задача будет полностью решена отлично отлично вы даже не понимаете как мало осталось до решения задачи потому что когда я писал об этом в моей энциклопедии то ровно в этом месте там написано что вот надо остановиться дальше с вами поговорить давайте подумаем давайте сейчас сообразим чего мы на самом деле хотим от нашей картины мы хотим следующего выбрали мы какой-нибудь цвет итак есть цвет а что у нас в некоторых клеточках этот самый цвет а в нашем квадрате вот давайте вот здесь он в каких-то клетках вошел в эти самые наборы в какие-то клетки вошел а в какие-то не вошел но у тех которые не вошел меня сейчас вообще не интересует поэтому реально от этой квадратной таблицы осталось буквально несколько клеток я не знаю сколько может быть все может быть вот осталось какое-то множество клеток что при этом у нас на этом множестве клеток есть очень простая вещь у нас есть какая-нибудь клеточка представьте себе вот я рисую только клетки в которых цвет а присутствует мы что хотим сделать мы хотим несколько из этих клеток выбрать ой да все помнят что эти стрелочки стоят как стоят стрелочки как стоят стрелочки я не знаю как как и по столбцам мы хотим выбрать из этих клеток несколько чтобы выполнялось следующую строчку из каждого столбца давайте столбцы должно быть выбрано не больше чем из каждой строки давайте строки назовем не больше одной клетки пока все понятно из каждого столбца должно быть выбрано не больше чем одна клетка из каждой строки должна быть выбрана не больше чем одна клетка а это что-то тип свадьбы это значит что у каждого юноши не более чем она место и у каждой девушки более чем один жених а вот теперь мне еще нужно понять условия чего нужно чтобы после того как я выберу эти самые несколько клеток и целиком отовсюду выброшу этот самый цвет совсем цвет выброшу из всех и из тех которые я выбрал и из тех которые не выбрал весь отовсюду я этот цвет вычищу мне нужно чтобы после этого вот это мое неравенство помните что в каждой клеточке цветов больше чем стрелочки из нее выходящих правильно в каждой клеточке цветов больше чем в каждой клетке цветов больше чем стрелок из этих клеток переходящих уходящих так вот давайте разбираться пусть несколько клеточек мы с вами отметим вот скажем такую 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 и такую представили вот но на этой картинке например еще и такую вот отметили вот эти вот замечательно так вот когда мы целиком этот самый цвет уберем смотрите в такой клетке мы уже отметили цвет уже этой клетке ничего больше не надо она ни в каких дальнейших преобразованиях участвовать не будет все она получила свой цвет навсегда а вот в оставшихся клетках интересно у них смотрите что у них в этих вот оставшихся клетках мы убрали один цвет понятно мы убрали один цвет так вот если бы мы убрали один цвет и при этом остались бы все стрелочки выходящие из этой клетки то это была бы беда потому что цветов стало на один меньше а стрелочек осталось так вот давайте я напишу чего вы хотите в множестве в множестве в множестве в множестве с клеток где есть цвет а ну вот наш цвет в множестве в множестве с клеток где есть цвет а выбрать выбрать такое множество п вместо клеток это вот эти вместо столбцов и строк это понятно в разных столбцах и строк это понятно а вот дальше очень важное условие что для любого невыбранного элемента какое требование для любого вот этого невыбранного элемента и для любого и для любой клетки давай эту клетку я обозначу буквой С да и для любой клетки С которая принадлежит С без П все знают такое значок она должна принадлежать С но не принадлежать П там должен быть наш цвет А но при этом это не должна быть вот одна из этих клеток так вот для каждой клетки С что должно быть из нее должна идти стрелочка в какую-нибудь клетку из П из нее то то есть то есть то есть из С должна идти стрелка хотя бы в одну хотя бы в одну клетку из П давайте вдумываться что же это такое на языке сладь когда есть такая клеточка то из нее должна идти стрелка сюда П это множество клеток свадь те клетки которые в конце концов покрасили то есть у нас есть мы не можем сразу разобраться с тем огромным набором цветов которые мы берем какой-нибудь один цвет не важно один конкретный цвет цвет и смотрим какие клетки вообще в принципе разрешено красить в цвет множество этих клеток обозначает с то есть когда у нас есть цвет то говорить про другие клетки вообще бессмысленно потому что цвет разрешен только в этих клетках вот я вот на картинке нарисовал некоторые клетки я не знаю как они там хитро могут быть расположены но вот в них есть цвет а и больше нигде цвета нет после этого я говорил что мне нельзя использовать цвет а подряд вот здесь потому что в каждой строчке не больше чем один раз можно использовать то же самое в столбце цвет а нельзя использовать несколько раз поэтому я должен выбрать несколько клеточек чтобы они все лежали в разных строчках и в разных толцах проще говоря чтобы это была свадьба ну понятно да? нельзя чтобы там было пять шумов нельзя чтобы там было двадцать мужей вот это запрещено соответственно клетки лежат в разных строчках в разных толцах замечательно но если я просто как-то возьму клетки из разных строчек то будет проблема потому что когда я полностью выброшу этот самый цвет а то я же выброшу его из всех клеток а у меня может нарушиться вот это вот условие с которым я начал что в каждой клеточке количество цветов которые у меня сейчас разрешены больше чем количество стрелочек которые из него выходят понятно да? замечательно вот я и соображаю когда я выброшу этот самый цвет то у меня на самом деле выброситься вот эти вот клетки а значит вместе с этими клетками выброситься и все стрелочки которые из них выходят и все стрелочки которые в них входят так вот которые из них выходят меня не сильно интересуют а очень важно что выброситься стрелочки которые начинаются вот здесь это называется вот та самая клетка С которая принадлежит С без П. П это заштрихованные клетки, а С без П это не заштрихованные клетки. Так вот, мне очень важно, чтобы из этой клетки шла бы стрелочка П, но в какую-то из взятых. Отлично. А теперь давайте думать, что такое система стрелочек. Ребята, это и есть система того, кто кого больше любит. Когда у вас система вертикальных стрелочек, то это с точки зрения юноши, это он, кого больше любит. Когда у вас по горизонтали идет стрелочка, это с точки зрения девушки. Идея понятна? И смотрите теперь, что такое, что отсюда должна идти стрелка сюда. давайте считать, что вот стрелка означает, что юноша, так сказать, если у него есть выбор, то вот когда он может выбирать между этими двумя, то он обязательно выберет это. Понимаете? И, соответственно, то же самое здесь стрелочке. Там девушка, если может выбирать, то она выберет того, кто пострелочек. То есть стрелка, она от менее желанного объекта показывает на более желанный объект. Так, вы помните, о чем мы говорим? Отлично. А теперь внимание. Господа, помните ли вы то, с чего началось сегодняшний занятий? Для бога, набора, мужчин, женщин, помните? Можно при любых системах предпочтения устроить так систему свадьб, чтобы не было ни одного безобразия. Правильно? Отлично. А теперь давайте подумаем. Понимаете ли вы, что если у вас есть свободная клеточка, а стрелка ведет не так, а наоборот, то это и есть безобразие? А, кстати, почему это безобразие? Я объясняю, что оттуда. Если у нас есть клеточка, где свадьба и стрелочка идет туда, где нет, и при этом в этой строке вообще никакой свадьбы больше нет, тогда действительно просто-напросто смотри, что происходит. У нас вот этот юноша меняет девушку и он при этом выигрывает. А у нас была теорема, что можно устроить такую систему свадьбу, что нельзя будет никого поменять себе больше, да? Замечательно. Так, а теперь давайте подумаем, а если у нас все-таки в этой строке тоже была свадьба? И представьте себе, что стрелочка идет сюда. Давайте я нарисую девушку, которую мы назовем Дэти. У нее есть юноша, который будет называться Ю1. И здесь будет юноша, который называется Ю2. И здесь девушка, которая называется Дэ2. Мы знаем, что вот эта девушка хочет на самом деле сюда. И мы знаем, что этот юноша на самом деле хочет поменять эту девушку вместо нее, вместо Д2 взять Д1. Кромно об этом я и рассказывал. Смотрите, жила-была семья, жила-была семья, состоящая из первой девушки и первой юноши. И жила-была вторая семья, состоящая из второй девушки и второго юноши. И смотрите, что может произойти. У нас вот эта девушка улучшает свои семейные условия, переходя сюда. Правильно? И этот юноша что делает, когда меняет эту улучшает? Улучшает. Значит, это называется то самое неустойчивое паросочетание. Это то самое, о котором романы пишут ужасно. У нас вот эта вот красавица и вот этот вот, не знаю, такого назвать, рушит две здоровые семьи для того, чтобы создать одну паросочетание. Вот. А у нас утверждение, которое я сегодня начал, как раз и звучало, что можно создать устойчивую систему паросочетания. Правильно? Устойчивую систему паросочетания. То, что я вам сейчас показал, это и есть неустойчивое, потому что мы разбиваем эту фестину и создаем вот это. так. Ну, ребята, а вообще-то тогда все. Тогда доказательства закончили. Потому что, если мы с вами вот это поняли, то мы поняли, что написано на доске. Пожалуйста, еще раз, поймите, что мы с вами действительно решили задачу. из-за того, что система является устойчивым паросочетанием, найдется эта самая устойчивая система свадеб. Повторяю, стрелки показывают, что если можно, то я пойду по стрелке поменяю синююю. Вот. Так вот, что есть устойчивая система, а значит, когда вы множество П покрасите в тот самый цвет А, и после этого цвета отовсюду выбросите, а эти кредиты сфиксируйте, что если это А, то в таком случае и происходит переход инвекции. Так, все? Все, победа.